здоровенький ребят вы на канале ford mac ну что же тут у нас ролик от солика посвященный реальному шоу трумана и честно сама концепция того что такое можно провернуть в реальности меня но искренне напрягает и насколько далеко за готовы пойти создать и для того чтобы создать подобную атмосферу того что человек вообще не догадывается о том что что его жизнь это по сути телешоу меня реально напрягает очень напрягает поэтому давайте посмотрим в итоге что получилось что же это за шоу такое джошму поехали жил себе однажды человек по фамилии труман пока однажды он не узнал что вся его жизнь не настоящая а он всего лишь участник шоу а теперь представьте что такой же экспириенс прочувствовал настоящий человек не так конечно радикально как в фильме но тем не менее он действительно какое-то время жил в доме окруженные актерами которые играли свои роли это уже будет третья история с похожей концепцией мы видели японское шоу британское шоу а теперь посмотрим на американскую интерпретацию ибо нас ждет шоу джошмо но перед тем как мы продолжим я хочу вас поздравить с разгаданной загадкой вы смогли расшифровать двоечный код с прошлого видео и поняли что я зашифровал project eva 24 04 грядущие глобальное обновление в линейдж 2 с автору приятного аппетита а мы продолжаем и нич 2 essence а я продолжу видео итак какой же вопрос вас мучает больше всего что нахрен значит джошмо джошмо это идиома в английском языке который означает что человек но просто нормис самый средний персонаж среди всех средних персонажей и в этом как а просто это универсальное имя в британии есть джон смит типа максимально такой знаете максимально такое привычное имя который используем нахождение неопознанных тел и и какие-то еще таких случаях на нужно как-то затем назвать человека как раз таки вся мякотка вот вы когда смотрите обычный реалити-шоу вы же ведь никогда не ловились на мысли что смотрите на конченных психопатов если вам так казалось то вам не казалось так и есть драма драки мутюки и неожиданные сюжетные повороты корень всех реалити-шоу а такое могут себе позволить люди далеко не самые уравновешенные поэтому на кастинге именно таких выбирают в нашем же случае все диаметрально противоположно создатели позвали в свое шоу самого нормального мужика во всей америке и наняли 9 актеров с безумными образами и ведущего который тоже играл своего персонажа и все они должны были бороться за 100 тысяч долларов а участник выбывает каждый день на общем голосовании но это только официальная версия на самом деле все абсолютно все прописывали сценаристами и продюсерами в течение года от внутренних интриг между участниками до победителей внутренних конкурсов и уж тем более главного победителя и это супер интересная динамика я если честно никогда не интересовался классическими реалити-шоу но если они были такими же как вот тут показано то как вы это нахер смотри что здесь происходит брайан отстань пожалуйста брайан потрели а в этом шоу есть двойное дно ибо сначала тебе показывают как мэтт реагирует на события и делится своими эмоциями а потом тебе показывают как продюсеры шоу с горящей жопы пытаются переписывать сценарий ибо все пошло не по плану и они пытаются все вернуть на прежнее русло и актеры делятся своим уникальным опытом ибо им надо быть в образе все время и они волнуются куда больше чем сам мэтт ибо если они где-то оговорятся или затупят то все пизда то может пойти на смарку так что за этим действительно увлекательно смотреть и так см этом мы уже знакомы он просто мэтт он нормис обычный чувак который бросил юридическую школу переехал к родителям работает доставщиком пицца в свободное время играет в баскетбол с друзьями обычный добродушный парень но вот придуманные образы оооо чуваки это прям гладить клише и рофлов я сейчас буду перечислять участников но помните это только образы которые надели на себя актеры они просто играют персонажей не забывайте это и так вместе с мэттом фиктивном противостоянии будут бороться доктор пэт это психолог и специалист по браку которая везде ходит сука с куклами эрл бывший вояка молли девственница и все сразу до столь куда господи оставьте вы ее в покое а чего решили то мы же знаем всю историю а вспоминая то что происходит у солика в его социальных сетях с этой мадамой насчет этого заявления сомневаюсь что так не смотрите это самое точное и описание христи а так тут все-таки про солика а а ясно янка девственница размер груди 2 эшли богатая сука тут снова комментарии излишне брайан просто корешу которого есть мания раздеваться и трясти жопы кип гей джина интригантка и хач гопник засранец а теперь осознайте весь концепт этого шоу все наняты прямо рядом то что клише сборщик знаете буквально вам нужно сделать сериал он такой ситхом блин с 10 персонажами типа того то есть просто такие появляются часто образы готовы актеры играют классических шизоидов реалити-шоу а единственный не актер это нормис то есть прям полная деконструкция формата и так давайте же узнаем что же у них получилось а все началось с того что создатели шоу хотели как можно быстрее вывести мэтта на эмоции заставил выглядеть его по-дебильному при всех поэтому самым первым конкурсом был короче все отдали свои трусы мужик тебя не должен так стараться тебе не нужно так стараться но он сука старается и за это он должен получить премию и каждый надел рандомно нижнее белье после чего они походили с ним по подиуму и каждый участник должен был догадаться какие трусы какому участнику принадлежали просто поверьте это самое лайтовое что тут было очень лайтово до лайтовой не перебивай меня так вот что важно продюсеры не ожидали что мэтт отгадает почти все мэтт а ты так вот я все понимаю но ты уж объясни либо так сексуально решил позевать либо в тебе это гормоны проснулись по полной их участников поэтому что мужик вот серьезно почему они так стараются я прошу типа актеру до вам не обязательно это просто типичное шоу таристам пришлось импровизировать и менять некоторые пара местами отчего случился самый первый сердечный приступ у всей съемочной группы ибо когда после конкурса участники начали его обсуждать вояка забыл про рокировку и забыл какие у него были трусы и прям видно как другие актеры жутко волнуются и пытается замять эту ситуацию но вот следующее испытание после него мне придется кое-что пояснить и так знаете формат розыгрышей в котором участники должны держать руку на чем угодно как можно дольше и тогда победитель это получает так вот в этом шоу таким объектом стала порно актриса и типа да она сняла лифчик легла и все к ней прикоснулись до вот так по моему это немножко перебор как я и говорил мне нужно внести немного контекста и да контекст тут есть понимаете ли шоу джош мо выходила на кабельном канале спайк тв у которого была ну своя направленность продюсер этого канала посчитали что для мужчин в возрасте 18-35 лет очень мало контента и они решили занять эту нишу поэтому канал спайк тв является первым каналом для настоящих мужиков а как мы все знаем если надпись для настоящих мужиков не написано на упаковке шампуни запахом энергии вулкана то скорее всего это какой-то кринж блять и без шуток я вообще смотрю на рекламу типа обнаженные девушки в душе мускулистые мужики которые дерутся взрывы это либо очень какая-то дайте слишком оверпаунда реклама кунь шампуня которую снимал майкл бэй ибо это я не знаю дайте можно использовать как стереотипа прям моим энергии в америке вот эти там только орла пролетающего не хватает который держит в клюве ебучий американский флаг и вот этот дайте джингл америка факи это даже выстрелы ебучие были были то пушки даже были в блядь это самое американское что только можно придумать и вот данный канал весь таким был типа если ты мужик то тебе нравится монстр траки ww да еще сиськи бабы и бабы сиськами знаете какой анимационный сериал заказал канал для вещания супергеройский по комиксом стена ли да стрипиреллу так вот она появлялась кто понял тот понял кто не понял смотрите во вкладке инкогнито но справедливости ради помимо и бабы вагины сиськи жопы пуки на канале также были передачи в котором говорилось об уходе за собой там как бриться как правильно одеваться какие могут быть заболевания у мужчин какие признаки как это лечить я не против каналов или контента направленного на определенный пол просто конкретно вот этот канал был капец каким кринжовым и поэтому даже в шоу который является по сути социальным экспериментом запихнули как можно больше сисек зачем не спрашивайте сам не знаю но тем не менее произошло что произошло пришла порно актриса разделась и все положили на нее руки какое имя ну ими как имя красивая так вот на втором же испытании нет удивил абсолютно да ладно чё такого соль красавцы это для нас для сперма токсикозников которые сразу хотят узнать что это за дамочка всех потому что он не повелся как животное а просто убрал руку с груди и отказался участвовать в этом и опять же всем кипотик они охуели мы думали что этот нормис будет сперма токсикозникам все что за хрень люди могут могут не хотеть сисек постоянно это невозможно вы же самый хор хор не мужской бик это американский канал они серьезно не предполагали такого что-то у вас подготовка это вообще ложу бы были с этого в шоке ибо по изначальному сценарию он должен был победить но им пришлось выкручиваться и победил по итогу говнюк а это испытание было важно потому что за победу в нем тебе давали накидку вверх сердечки которая давала иммунитет при изгнании на один день да я не понял в смысле из всех эпатажных образов ты вспомнил вверху сердечку знаешь чего-то я постарел но да ладно слушайте просто верка сердечка идеально подходит это конечно можно было бы сделать какие-нибудь еще варианты взять и не за например там условно накидку элтона джона например все-то вот джон неплохо подошел но твою мать короче два варианта меньше доль это верка сердечка и борис моисеев а ну ладно еще ранее шура тем не менее пришло время гнать первого участника в шоу им стала джина как вы помните все уже заранее спланировано поэтому актеры немного развлекаются когда что-то пишут на бумаге ибо это значение не имеет в отличии от второго дня забавный факт из всех восьми серий youtube прибанил именно вторую знаете почему потому что в третьем испытании было задание переодеться в разные наряды и у актера который переоделся в костюм девочки зайки хер было видно но нет как блять несовременно то youtube ты что то есть ты не одобряешь девочек зайчиков с мощным потанцевалом как как несовременно как ты посмел ты рушишь оплоты современного общества одобряющего всех общая youtube фото тебя блять из его даже и по сути из заблюденных но все же сисек и порно актрисы ты выбрал просто факт того что что морковка блять что морковный снаряд немножечко так сказать на тенку только одна из причин понять что ходите столько кадров максимально где либо для очень тупых мемов его некомфортных помимо кринжовых испытаний в этом шоу есть вторая важная часть внутренней интриги это реалити-шоу как-никак до большая часть из них это попытки создать альянсы подговорить всех проголосовать против конкретного участника обсуждение личной жизни скукота но опять же в шоу джошмо все они прописаны и забавно наблюдать как мы этот реагирует на потуги сценаристов и актеров типа у них было собрание где каждый должен принести одну из вещей которая напоминает ему о доме или важно конкретно для него и джина принесла доску с маркером в которой она записывает свои мысли и она в ту доску специально записала гадостей и эту доску специально нашли позвали мы это чтобы он на это посмотрел он пришел посмотрел и сказал что не хочет в этом участвовать аж типа чтение личных записей вы чё народ и в этот момент все поняли что они недооценили доброту этого парня ведь я блять все равно не понимаю вы реально быть не проработали дополнительные сценарии сука ну если у вас такое шоу которое должно строиться на таких ситуациях то может действительно хотя бы один альтернативный вариант но стоит продумать типа вы сами этого норме с нашли то есть даже когда вы с ним разговаривали когда проводили это потому что вроде анализа в котором ну вообще 10 наверняка вы даже не подумали что что то может быть скажу так тот кто готов это шоу либо он очень очень наивный либо слишком верил в себя и в то что мэтт он точно блять он точно нормы с которым легко можно обвести он ну такой пирожочек когда все стояли вокруг портной актрисы жопошник специально донимал всех остальных чтобы они слились и мэтт всячески пытался его остановить чтобы он перестал доканывать других участников во время еды он проявлял инициативу чтобы все они помолились ведь он не особо религиозный человек но для кого-то из участников это может быть важным а когда он проголосовал за изгнание молли на следующий день он первым делал пошел и извинился и объяснился перед ней ведь он проголосовал за нее зная что ее точно никто не выберет если бы была возможность голосовать за себя он бы так и сделал вот насколько это искренний добрый человек и мы немного отвлеклись от написанных заранее интриг знаете вот показать вот этот отрывки с добротой мэтта найти условно кимком токсичным неприятным людям из твиттера знаете вот как в индиане джонсе и поисках утраченного ковчега они таки покажут это его заблажные начинать плавится и в прах просто распадаться этого человека не может быть это невозможно итак все участники поделились на две команды 1 поехал в спа-салон а вторая драила дом вот в этих проклятых костюмах и тут наш жопошник решил воплотить план скандал на том самом сборище личными вещами поделился экипп он рассказал про свой фотоальбом и полароид и что для него это важно ну и наш засранец понадергал оттуда важных фоток и заполнил их ну фотками своей жопной дырки и тут начинается буйство эмоций кип залетает в бильярдную показывает всем альбом набитый фотками чей-то жопу он требует подать ему обидчика все начинают косо смотреть на хатча ибо других отбитых людей тут нету и пытается снять с него штаны чтобы он точно удостоверялся что это его жопа короче лютый кринж благо все мы знаем что это как бы и задумано так и наша лапочка как и всегда пытается разрулить конфликт чтобы все обошлось тихо и мирно далее шло шоу талантов и вот как вы думаете каким талантом поделился наш парень правильно битбоксингом и ехать за я просто посчитал это забавным также на этом конкурсе талантов вояка у него был талант ну типа разбирать и собирать эмку причем не понравилось как он отстоял свою позицию среди всех студий только он может собрать и разобрать автомат вывод значит он один такой а значит это талант не прикопаться железная логика также ну таланты стал сушить и как говорится многие что же на скорость типа на рекорды собирают оружие в этом также есть свой кайф хочу отметить выступление богатые суки как рыбкой пошла как она ёбнулась ох этот звук я знаю что ты разучу как садист но ох как говно на картонку царя но мои комментарии тут излишне причем когда кип показывал свои нарочито дерьмовые фокусы все актеры сдерживали смех потому что он так качественно отыгрывал плохого фокусника что это надо иметь талант к этому а мы после того как чела засудили начал возмущаться типа да ладно вам нормально у него фокуса мне понравилось в этом испытании снова победил жопошник и снова нельзя было выгнать самого неприятного человека из всей шайки снова было произведено фейковое голосование и на этот раз шоу покидает эру вояка и вот конкретно тут создатели шоу обосрались понимаете ли эрл для нашего героя стал некой отцовской фигурой совершенно чужом месте они же ведь даже жили вместе в одной комнате и он к нему привязался да и с точки зрения лора проекта в этом не было смысла вояка был забавным он всем нравился никто на него зуб не точил и это подкосило мэтта он так из-за этого переживал его это действительно сильно за дело он просто сел на лестнице и начал плакать ибо дом решился человека которому он прикипел и тут снова появляется второе дно именно из-за концепта шоу потому что нам показывают актеров которые просто нахер в шоке с реакцией мэтта им дико некомфортно да они сами на это подписались но то что из-за их слов им придется смотреть за переживаниями живого человека для них это реально было перебором ну не дух типа блять никто такой вот опять же что-нибудь не было предусмотрено такое я знаю что в каждый вариант нельзя предусмотреть но все-таки здесь здесь это прям нож в ебаное сердце просто честно даже знаете захотелось чисто посмотреть взаимодействие с воякой просто потому что и тесто опять же видеть как они общались как они пришли к такому вот такой такой настоящий дружбе и уважению мыть и что продюсеры и сценаристы были от этого в восторге раз они смогли вывести человека на эмоции им было дерьмово в первую очередь ибо именно они написали слова на бумажке которые привели к такому исходу амет по ощущению один из самых приятных людей на планете и причинять боль такому человеку неприятно в квадрате так что когда было больно одному человеку было больно всем это так сильно задело участников шоу что на полном серьезе ходили размышлений о прекращении этого шоу прямо сейчас потому что по их ощущениям они зашли очень далеко и это надо было как-то менять каждое утро когда наш герой записывал личное интервью все актеры сбегали в трейлер чтобы обсудить с режиссером план на день ибо только в тот момент они могли полноценно выстроить поведение на ближайший день и там все решили что настроением это надо поднимать и сделали все еще хуже по лора на третий день должна была всплыть правда что доктор пэт и их отч переспали ну просто интриги ради вот только мэтт в какой-то степени уважал доктора пэт она с ним проводила сеансы психотерапии она говорила с ним о эмоциях и чувствах и тут он узнает что она легла под самого неприятного человека который он только не повезло видеть это его расстроило не фундаментально но все-таки и это все лишь сняло с ручника машину стоявшую на горке следующим испытанием стала сумма в специальных костюмах мэтт выше я правда честно знаете я частично теперь понимаю ребят которые занимались шоу то что такого прям такого добряка такого человека тяжело ожидать именно такой вот реакции ладно этот мир не заслуживает мэтта против доктора пэт толкнул ее и пошел на второго противника но тут девушка начала плакать и все на съемочной площадке замирают никакого ранения не было в сценарии актер действительно травмировался врач со съемочной группы как можно быстрее и аккуратней пытался достать девушку из огромного костюма и когда все внимание съемочной группы было приковано к актеру чуть подаль стоял мэтт чисто в шоке от того что он сам сделал он не хотел причинить боль он всего лишь играл в игру он был частью процесса а после утреннего сюжетного твиста он скорее всего подумал что выпустил на волю внутреннюю обиду как будто он подсознательно хотела сделать ей больно а теперь просто представьте насколько это неприятные мысли для такого доброго человека все то время пока ее доставали из костюма и оказывали первую помощь парень просто стоял в стороне с лицом полного сочувствия и страха и просто глотал слезы он только вчера простился с другом и тут снова с двух ног залетает в эти эмоциональные горки как же вы над ним не то что издевались искали просто пать мне уже из контеста как они его доведут из они конечно доведут его просто это если действительно с учетом того что не знаешь это реально очень мощная эмоциональная качель буквально и хорошего друга в итоге это вывели шоу и тем более теперь такое разочарование человека с которым ты общался еще вот травму нанес благо его быстро успокоили и он смог даже выиграть в этом конкурсе благо на этот раз у него была награда неделю курорта на острове дали шел конкурс дебатов где нужно было рассмешить оппонента один из участников решил пойти просто на хрен ва банк потому что все опять что они по так мэтт ну хочешь вкусить хороших и говорится денег ты здесь не по адресу и здесь как говорится здесь это конечно если бы ушел был рейтинг больше и возможно транслировался бы на другом канале то может быть я не знаю но давай-ка ты пока не будешь на так вот упорно допадать парю но это не помогло им опять этот ебучий халат господи мэтт с голым мужиком на спине смог вырвать себе победу после чего встретился с доктор пэт и очень долго перед ней извинялся но и это ему показалось мало поэтому свой недельный курорт он отдал ей ну и чтобы как-то скрасить в глазах главного героя ситуацию доктору пэт предложили покинуть шоу с 25 тысячами долларов что она и сделала и съемочная группа посчитала что внутренний конфликт мэтта они все-таки урегулировали и видимо сценарист очень сильно себя верили потому что во второй половине шоу они решили очень резко поднять как ставки такой уровень бреда в следующем испытании им надо было облить друг друга медом прыгнуть в бассейн с деньгами и собрать их себя в урну у кого больше кто-то выиграл но и тут как бы два забавных момента во первых брайану замазали грудь и да зачем это странно потому что ну он мужик а замазали ли голую грудь а а она потому что такая мясистая а может мы чего-то не знаем об этом товарищи пар на актрисе нет не замазали тут типа цензура это я сделал а чего это решение кажется странным типа в квадрате второй забавный момент это то что ведущий по сюжету был очень недоволен своим костюмом а может быть потому что у кого-то из монтажеров случился очень неприятный момент он осознал то что ему нравятся такие кадры и он понял нет и не достойно должен замазать и он замазал возможно будет знаем бэкстейджа но мы должны узнать и жаловался что это низшая точка его карьеры но мэтт даже тут происходит господи полен своим костюмом и жаловался что это низшая точка его карьеры но мэтт даже после того как проиграл и после того как ведущий на него сорвался и повелся как мудак он все равно подбодрил его и сказал что единожды надетый смешной костюм не обнули твою карьеру далее было еще одна немного кринжовая сцена в которой наш герой показал себя с лучшей стороны в конкурсе с медом он проиграл поэтому должен был весь день ходить с девушкой в наручниках и именно в этот момент к ней приехал ее парень спеть песню а застал ее с каким-то мужиком в бассейне скованной наручниками ну он и устроил показательные разборки мэтт же просто никак не участвовал в их разговоре он просто отвернулся чтобы не мешать им общаться с этого момента будет закладываться мысль что девушка подбивает к линии к ведущему но нам погода это не делает главное что следующий сюжетным витком истории даже несмотря на то что конкурс мерзковатый надо было слизывать шоколад с моделей чтобы найти на них буквы и составить слова вас ладно хорошо это шоу принципе оправдывает то на что был рассчитан канал это это правда эти и я не люблю стереотипы но это прям супер по-американски потому что честно вспоминая многие реалити-шоу которые мне попадались виде нарезок или каких-либо новостей прям знаете собирательный образ еще и с этим с фабовой общий канала такого прям типа для мужиков тут вот что важно хач просто все шоу глумился над бедным геем самый первый серию он грозился выкинуть его в бассейн да у него была болезнь томми версети ну и учел а короче сгорела жопа и он нажаловался продюсером и знаете что на очередном голосование его выгнали вне голосования а знаете зачем чтобы с помпой его вернули в следующей же серии а мы перейдем к последним испытаниям как для мэтта так и для актеров и так задание с плохими блюдами типа китового жира рыбьих глаз или яйц обезьян а мотивация для того чтобы все это сажать стало ну короче понятно теперь у нас здесь индиана джонс и храм судьбы славу хоть не мозги плазма который каждый из них получит если он съест это блюдо и все все съели а потом настала очередь мэтта и ему дали собачье говно фигурально буквально пать твою из тебя просто вспомнил тот самый момент из чудаков 2 где и не помню то ли дэйву ингланду то ли стиво нужно было сожрать конское говно боже он еще этим пито пивом закивал то по крайней мере ему так сказали по факту это был паштет смешанный шоколадом инкрустированной орешками и приправленным вонючим одеколоном никто ему собачий кал давать не планировал ну и само собой мэтт отказался трапезничать даже от такого сочетания думаю понос можно будет словить блять паштет с шоколадом его вызвали на ковер ажин к самому продюсеру шоу тот составил серьезную мину дескать чой ты не хочешь есть собачий кал ты у нас на договоре с ученыш благо мэтт контракт читал и про собачьей дефекации там не было ни слова и он справедливо начал качать права и тогда продюсер поставил условия либо даже шкал либо решаешься телевизора но также мистер продюсер предложил альтернативу либо девушки ходят весь день голыми либо жестко сосутся прямо на камеру и мэтт принял условие и пошел договариваться то что вариант скалом отлетела сразу мне говорит надеюсь не надо так что он пытался убедить девушек поднятие рейтинги канала в какой-то степени поступок мудацкий потому что да откажитесь вы от этих сраных телевизоров неужели не вам так нужны а с другой стороны мэтт просто пытался не дестабилизировать отношения с начальством поэтому он смог уговорить девушек на поцелуй так что это сюжетный конфликт был урегулирован но кстати говоря когда все жрали что-то неприятное мэтт как только мог пытался их поддерживать что он повторно и сделал на следующем испытании в нем нужно было брызгами от прыжка в воду намочить майку модели чтобы увидеть на ее теле подсказки отгадать знаменитость и на этот раз разрабы и обосрались они это с чем же и подумали что раз мэтт достаточно плотный парень тонн с легкостью сможет сгенерировать брызг но как бы не так он сделал так много попыток что в какой-то момент у него закончилась дыхалка он все еще не сделал майку мокрой и тут создатели заволновались он-то по сюжету должен был выиграть так что остальным участникам пришлось тянуть время как можно дольше по итогу все прошло по плану все кроме одного о том что это постановочное шоу знали все кроме мэта и моделей им об этом никто не сказал акип по сценарию не умеет плавать поэтому он прыгал в спасательном жилете и стоит сказать что барахтанье в воде он отыграл на все оскары в мире но об этом не знала девушка поэтому она над ним решила поиздеваться и отплыть от него мол контент ха ха лох плавать не умеет и мэтт разразился тирадой о том как же она нехорошо поступает и вообще за такое надо волить далее шло прощание аж с двумя участниками сразу выгнали гея кея и действенницу молли а на следующий день выгнали богатую суку да вот так вот без конкурса просто на момент даже удивительно что он тогда это долго протянула выселением эту сказали как будут выбирать победителя а победителя выберут проигравшие участники и весь следующий день они просто ходили и нагнетали кто за кого проголосует кто победит кто припомнит старые обиды но для нас это неважно так что перейдем сразу к финалу бывшие участники сказали пару слов и пошли голосовать и вот ведущий начинает считать голоса хатч и мэтт набрали одинаковое количество голосов и голос доктора пэт может все решить и даже несмотря на то что мэтт классный парень она дает победный голос за главного мудака этого шоу и хатч получает 100 тысяч баксов все радуются идут фейерверки но тут ведущему говорят что хатч он не тот за кого себя выдает чё признается что он актер показывает пальцы на кипа и говорит что он тоже не чист на руку после чего всех актеров просят поднять руку и случается кульминация всего шоу ему говорят что единственным настоящим человеком на всем шоу был он один настоящим человеком звучит так будто на самом деле все таки на тему лица срывают там рептилоиды либо эти существа из чужих среди нас он заново знакомится с актерами с которой жил последнюю неделю он знакомится с продюсерами и сценаристами которые прописывали ему историю и он знакомится с тайной съемочной группой которая следила за всеми его движениями по камерам и руководила микроклиматом в доме после чего ему дали тот самый чек на 100 тысяч долларов который он заслужил так эта история и закончил охренеть нравится твое молчание на что не так но тут явно есть какой-то подвох точно есть как-то правда слишком хорошо кончилось не самым шоу подвохов нет как бы а вот в том что было после да твою мать все истории не могут просто хорошо закончится потому что это не фанфик по my little pony ну мэтт справедливо подумал что если жизнь дает тебе лимоны то нужно делать лимонад он поговорил с несколькими продюсерами и решил построить свою карьеру в шоу-бизнесе и этого у него не получилось потому что это шоу ему больше навредило чем помогло по его собственным словам у него был печальный период в жизни ему нужны были деньги и новые эмоции вот он и согласился на это шоу но после его окончания он почувствовал себя клоуном ему многие говорили что постановка была ну очевидно и он дурак такой не заметил этого и скажу так у всех восприятие разное как люди которые бывают типа что есть какой-то намек но намека в итоге никакого нет а просто ты должен был мысли прочитать или удар как вы блять честно да здесь стереотипы здесь образы но при всем при этом кто-то этого может не прочитать просто потому что он например видел такие образы в жизни и думать что так то это так должно быть это нормально так что я не понимаю таких претензий за этого он замкнулся в себе на тем более вы видели многие реалийте шоу блять в принципе порой там правду от какой-то постановки тяжело чуть просто потому что ты не понимаешь насколько далеко в бредовости тупорывости можно зайти как тупорывости реалий такой тупорывости сценарный именно по сценарию сделаны чел пить и употреблять на что и спустил все 100 тысяч после чего все-таки взял себя в руки и начал жить жизнь заново у него сейчас жена три ребенка и обычная работа в логистической компании и он своей жизнью полностью доволен все-таки шоу-бизнес это не для него а что до канала шоу было охренительно рейтинговым и даже спустя 20 лет его все еще смотрят и обсуждают и этого хватило на создание аж еще двух сезонов у актеров карьеры пошли в горы у кого-то меньше у кого-то больше а кристин уинк вообще там суперсвездой стала и какая мораль у этой истории прости скульфик ты так редко разговариваешь что я уже и забыл что ты это умеешь в чем мораль а нет морали мэтт это действительно добрый человек которого выставили идиотом но так считает только небольшая кучка посмотревших и сам мэтт потому что все причастные которые давали интервью все как один говорили как же им было приятно работать с этим парнем и как же им было неприятно когда с ним что-то происходило плохое понравилось как на фоне фриковатых образов мэтт ввел себя как действительно хороший человек этим не шоу и понравилось и это при условии что она по сути и запустила такой формат еще у такого формата выходит до сих пор например гусут присяжных тут концепт в том что ставится ним погодите-ка это это джеймс марса настоящий суд где есть 12 присяжных среди которых только один не актер единственное что я не хочу видеть так это как в таких шоу над людьми издеваются вы все надеюсь помните как далеко канал может зайти в погоне за рейтингами я понимаете с одной стороны обожаю ролик про нас уби но в то же время я не особо хочу пересмотреть просто потому что я вспоминаю все то что прочувствовал когда нам рассказывали про этого человека это блять это просто во многом очень аморально особенно когда я узнал что на нем зарабатывали блять он об этом ничего не знал и должен был все еще ходить буквально без одежды порой перебиваясь не какущей едой виде знать там условно просто немного небольшой и мисочки риса и иногда радоваться тому что ему дали какую-нибудь вещь которую не может воспользоваться биртом диском для игры типа того пиздец но я и не против хороших таких рофлов если люди конечно умеют их делать это тонкая грань на которой сложно балансировать что могу сказать ребята вот такой вот ролик от солика и честно но куда-то зашло меня одну не то что неприятно скорее так немножко покоробило я я правда я же там что все будет настолько бредовая но что-то в этом есть абсурдное вектор монетах неприятное даже порой мудацкая но интересная концепция которую в принципе можно и дальше развивать реально хоть интересно что сейчас канал вообще жив хочется подробнее узнать что там еще такого было чтобы покринжевать но сама эта история мать твою за ногу то что это происходит реальным мире мне за эти порой кажется что все-таки где-то но есть открывшийся червоточина которая просачивает нам знаете какой-то мультивселенную бреды хотя возможно просто этот бред не показываем и когда мы видим подобные случаи просто удивляемся того на что способен пару человеческий ум и порой удивляюсь у того насколько многие люди добры находясь таких мудаских и довольно тупоровых ситуациях честно я реально с поведением это был в шоке в абсолютнейшем сука шоке что он при всем при этом оставался таким вот чувачком таким приятным чувачком которому честно не грех я не знаю там обнять его блин пригласить его в бар выпить по пивку а потом и не знаю спокойно опять же там посмотреть фильме чисто вот настоящий охуенный дружбан общем респект и лайк поддержи автор регионала комментарий колокольчик и спокойной ночи пирожки пирожки